Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Стартовал прием заявлений для участия в тестировании системы дистанционного электронного голосования. Руководитель Рес-Избиркома об этапах голосования. Старт 2021. Сегодня в Черкесске прошел форум предпринимателей. Участники могли реализовать свои бизнес-идеи и получить необходимые знания. Его всегда привлекала красота Карачаева-Черкесии. В картиной галереи Черкеска открылась выставка ветерана Великой Отечественной войны Константина Ткачева. Определены победители регионального конкурса лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских домов культуры. Сегодня главе Карачаева-Черкесии Рашиду Тимрезову представили нового начальника управления Федеральной антимонопольной службы по Карачаевой-Черкесии Артура Куантова. В ходе встречи рассматривались вопросы соблюдения антимонопольного законодательства в республике в целом и при реализации национальных проектов в частности. Речь шла также об исполнении указа Владимира Путина, касающегося направлений государственной политики по развитию конкуренции. Стороны договорились о конструктивном межведомственном взаимодействии при реализации поручений, озвученных накануне президентом России в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Граждане России протестируют систему дистанционного голосования в рамках общероссийской тренировки ГАЗ-выборы. Уже начался прием заявлений для участия в тестировании. Он продлится до 7 мая на портале Госуслуг. В пробном голосовании могут принять участие жители всех регионов России. Сама тренировка системы пройдет с 12 по 14 мая. В ходе нее будут полностью воспроизведены все этапы голосования, от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Система дистанционного голосования в скором времени станет одной из самых главных и перспективных направлений избирательной системы, отметила председатель РИС-избиркома Лариса Базалиева. Не можем с вами не признать, что голосовать онлайн, конечно, удобно. В выборах этого года осенью, а мы с вами будем выбирать депутатов Государственной Думы, плюс еще практически во всех субъектах муниципальные выборы пройдут. Выборы, где-то выборы высшего должностного лица, ЗАГС, собраний. Все субъекты, конечно, еще не будут принимать участие в режиме реального времени. Но для того, чтобы это стало возможным завтра, сегодня один из этапов – это всероссийская тренировка. По предварительным расчетам по нашей стране более миллиона человек примет участие. И это очень важно, потому что нужно проверить систему именно в условиях пиковых нагрузок. Финансовая поддержка и снижение административных барьеров. Сегодня на базе Агропарка прошел форум для субъектов малого и среднего предпринимательства «Старт-2021». Каждый из представителей бизнеса Крачево-Черкесии принял участие в различных мастер-классах и семинарах. На форуме предпринимателей побывал и наш корреспондент Алихан Левшоков. Это уникальная площадка для тех, кто готов реализовать свои бизнес-идеи, получить необходимые знания. Форум предпринимателей собрал представителей бизнеса различных сфер. Также это прекрасная возможность получить консультацию от федеральных спикеров. Организатор уверен, что такое тесное взаимодействие позволит повысить грамотность наших предпринимателей и решить в тесном диалоге их насущные проблемы. В рамках данного форума предусмотрена работа четырех секций. Первая секция – это туризм, далее легкая промышленность, народно-художественные промыслы и секция агропромышленного комплекса. В рамках каждой из секций запланировано проведение круглого стола, в рамках которого планируется обсудить насущные проблемы каждой из отраслей, которые посвящены данной секции. И, кроме того, планируется выступление федеральных спикеров и экспертов с определенной тематикой для обучения наших предпринимателей. В секции «Народные промыслы» была организована небольшая выставка работ местных мастеров. В рамках форума участники могли получить богатый багаж знаний от различных федеральных спикеров. И, возможно, именно здесь реализовать свой новый бизнес-план. Так, бизнес-тренер, директор Академии гостеприимства Наталья Вистунова провела мастер-класс «Индустрия гостеприимства. Потенциал и перспективы развития» в секции туризма. Она подчеркнула, что в Карачаево-Черкесии есть огромный потенциал для развития туристического сервиса. И очень важно на территории республики провести подготовку специалистов в сфере гостеприимства. «Безусловно, ваше гостеприимство является вашей неотъемлемой частью. Самое главное, чтобы это гостеприимство конвертировалось в систему сервиса. Чтобы единые стандарты пришли в отрасль. Чтобы гости республики понимали, куда они приезжают и получали наивысший уровень сервиса. Главным результатом сегодняшней встречи должна стать выработка планов конкретных действий по достижению качественно нового уровня сервиса». «Мы здесь получим не просто знание ведения бизнеса, но и знакомство со специалистами, которые позволят нам улучшить наши бизнес-проекты», – отмечают участники форума. «Мой бизнес организовал вот этот форум, привели сильных спикеров. И я думаю, проблемы с нехваткой кадров и развитием будут решаться. Как раз таки благодаря тем знаниям, которые мы здесь получим. Лично я сюда пришел, чтобы познакомиться с теми ребятами, которые решили продвигаться именно в этих областях. Что касается и туризма, и легкой промышленности». После форума каждый из участников получит сертификат, будут разыграны призы и объявят победителей конкурса «Предприниматель года-2020». Аляхан Липшоков, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии от COVID-19 привились более 20 тысяч человек. Насколько важно прививаться? Об этом рассказала главный врач поликлиники Черкеска Гаша Айсавна. «Мы все, к сожалению, стали свидетелями той ситуации, которая сложилась в последние полтора года с инфекцией под названием COVID. Мы понесли большие потери, скажем так. И сегодня, хотя у нас более спокойная обстановка, но важность и актуальность этой проблемы не ушла. Поэтому наша задача сегодня, вообще всего населения, в максимально короткие сроки мы должны провакцинировать очень большое количество людей. До 60% населения, если мы сможем в короткие сроки привить, тогда мы сможем остановить эту инфекцию». И вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 957 человек. Из них 19 832 выздоровели, 134 госпитализированы. В картинной галерее Черкесии открылась выставка картин ветерана Великой Отечественной войны Константина Ткачева о желании. Организовать ее стало известно от внучки художника в ходе прямой линии с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Работа художника в репортаже Аслана Гирюгова. Константин Сергеевич Ткачев – живописец. Его всегда привлекала красота Карачаева-Черкесии. Все работы Константина Ткачева наполнены любовью к природе и людям. Помимо изобразительного искусства он также занимался фотографией. Ему всегда нравилось запечатлеть что-то необычное и передать через фото все свои эмоции. На выставке в картинной галереи Черкесии представлены многие работы художника. Для родных и близких ее открытие стало очень важным днем. Константин Сергеевич очень был скромный человек. Он не любил публичность. Он даже очень редко общался со своими сверстниками, союзов ветеранов. Поэтому мы очень признательны, что эта выставка получилась, что получилось ее открыть. Я надеюсь, что люди, которые будут смотреть, они проникнутся и найдут свое что-нибудь. Константин Ткачев – ветеран Великой Отечественной войны. Воевал в составе 29-го артиллерийского полка в звании младшего сержанта и был награжден орденом Отечественной войны. Но тема войны особо не отразилась в работах автора. На полотнах и фотографиях Константин Сергеевич изображал природу родного края, деревенские пейзажи и простых людей. При жизни Константин Сергеевич отличался скромностью. И вот коллеги рассказывают, что были попытки проводить выставки, но он всегда скромно от этого отказывался. Хотя дома, наверное, был музей, в который приятно было войти в любое время. Мы сделаем максимум возможного вместе с музеем, чтобы на эту выставку пришли как можно больше представителей молодежи, детей. И будем с помощью семьи рассказывать именно об исторической части, которая стоит за творчеством. Потому что за каждой картиной всегда есть большая история. Также было отметено, что данную выставку планируют показать в школах республики, чтобы как можно больше людей могли ее увидеть. Это настолько такой большой пример для нашей молодежи, для наших детей. И очень приятно, что наши детки знают не только о страницах войны, да, из уст ветеранов, но еще могут учиться тому, что несмотря на то, что в очень тяжелых условиях жили эти люди, они нашли в себе мужество, нашли в себе силы радоваться жизни, писать прекрасные картины в очень ярких тонах и оценить каждый день своей жизни. На выставке рабочий стол ветеранов с недописанной картиной. Пиджак с наградами, фото с Рашидом Темрезовым и личные вещи. Поближе познакомиться с творчеством Константина Ткачева может каждый желающий. Аслан Гирюков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии днем местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах сильный, гроза и град. Ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью при грозе будут порывы до 15-19. Температура ночью плюс 3, плюс 8, днем 12-17 выше нуля. В горах местами до плюс 11. В Черкесске ночью и утром кратковременный дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 8, а днем 15-17 градусов тепла. Весна будет чудесной с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. На нашем телеканале готовится большой прямой эфир «Горячей линии». Гостями Руслана Кармазова будут специалисты Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесии. Горячая линия выйдет в эфир в эту пятницу 23 марта в 17.15. Добро пожаловать на телеканал «Россия-1». Сотрудники УГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии продолжают проводить масштабные мероприятия, направленные на выявление нарушителей правил дорожного движения. В результате профилактических мероприятий выявлены злостные нарушители дорожного движения с тонированными стеклами. Также были выявлены такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, нарушения правил парковки автомобиля. За двое суток выявили 313 нарушений по тонировке. Данные профилактические мероприятия проводятся с целью усилить контроль за эксплуатацией транспортных средств со стеклами, которые не соответствуют требованиям технического регламента. Управление такими автомобилями создает угрозу безопасности дорожного движения. Подвели итоги регионального конкурса лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских ДК. Всего в Министерство культуры поступило 12 заявок из шести районов республики. По итогам определили победителей. Это Зеленчукский район, районный краеведческий музей, дом культуры в ауле Кубина, районный ДК Урупского района и поселка Ударный. Лучшими работниками сельских домов культуры стали также четыре человека. Каждый из них поощрили денежной премией в размере 50 тысяч рублей, а учреждениям победителям вручили по 100 тысяч рублей. Министр культуры Крачево-Черкесий Зураб Агирбов поблагодарил каждого, кто вносит весомый вклад в развитие культуры городов и районов республики. Очень приятно, конечно, такого формата награда. Для нас это первый раз. Поэтому для нас это еще больше ценность имеет. Работаем, работа ведется активно. Пытаемся как-то сохранять наши культурные традиции, развивать нашу кружковую работу. После реконструкции это стало намного-намного легче. Победители определяет конкурсная комиссия. И основные критерии их оценки – это количество мероприятий, которые проведено, качество, достойно оценки профессионалов из сообщества и количество наград, которые получают работники, коллективы, либо дети, которые занимаются у этих преподавателей, у этих деятелей культуры и выступают на региональных или всероссийских конкурсах. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Осколки». Редактор субтитров А.Семкин